у меня в общем здесь лежал тюк целый тюк вот здесь лежал это же новый здесь на краю и козы как-то как не знаю эту карте весь тюк разербанули за пару часов сели они как-то встали он туда на доску и уранили все на пол и съели ну молодцы не за это их никто ругать не будет выживать умеют сами козы это самые умные животные но сейчас не об этом сегодня видео будет вообще про то после какого окота коза раздается то есть то есть после какого окота коза будет показывать себя вообще оба вообще первый окот это не показатель того что коза будет молочной или не молочной как показывает мой личный опыт после первого окота обычные козы могут вообще молоко не давать там грамм грамм 200-300 и все после второго окота они уже прибавляют как показывает личный опыт козы достигают максимального пика после третьего окота все третий четвертый окот дальше они прибавлять молоко не будут так думаю я может у меня козы больше не прибавляли не знаю бывало конечно разные вот у меня и скольких коз я скажу у меня было дойных шесть или семь где-то так только одна коза хоть после первого хоть после четвертого окота она вообще не прибавляла и молоко не давала не было у нее просто молоко и все такие сути бывают редко но в основном основном козы молоко будут давать только после третьего окота нормальный пик максимальный поэтому если коза после первого окота не показала хороших результатов то не стоит сразу от нее избавляться возможно возможно она вас еще удивит приятно да ручек вот стоит пример заинская полу заинская полу рысь она после первого окота давала три с половиной со второго четыре сейчас дает ну давала сейчас уже не дается только один раз здесь рыжик рыжик под вопросом после первого окота она давала мало должна сначала мало давала после родов потом прибавила когда на свежую траву вышли когда она родила даже не хватало на козочку не хватало на родила одну козочку умка кто смотрит мой канал помнит умку зарезали ее вот у него молоко не хватало сейчас нам более-менее нормально дает ну потом до литра дошли мы пусть первого окота сейчас феврале в конце будет 2 код будет ясно сколько у него будет молока и сколько она вообще прибавит я думаю на литр 2 она потянет почти 2 окота если меньше будет 2 литров то она пойдет либо на мясо ко мне в живот либо к другим такие дела жизнь никого не щадит и еще не просто так говорится в народе хороший козел это пол стада хороший баран там хороший козел это пол стада сейчас я вам покажу пример примерный пример каким должен быть хороший козел сразу хочу сказать я считаю что самый лучший и продуктивный козел это альпийской крови обязательно вот такого типа здесь половина что бодает сейчас здесь половина гуманисты здесь половина альпиец половина какой-то тихонь но пока этим козлом еще от от этого козла пока не было козлят поэтому хороший он или нет пока сказать не могу но я думаю козлята должны быть хорошие потому что мать у него давала первым аккотом 4 литра это результат идеальный я считаю поэтому сейчас этому козлу 8 или 9 месяцев 8 месяцев конечно молотой еще вырастет в половину раз я думаю даже если не вырастет то это уже козел нормальный самый крутой козел который у меня был я могу его взять он будет лежать спокойно могу копытка стричь спокойно вот он обстригал погладить там яички потрогать яички у него нормальные кстати самое главное еще когда покупаете козла надо обязательно смотреть на сиськи вот покажу но вот идет штучки вот чтобы не было их четыре то было два если будет тут четыре соска у таких у козлят тоже будет четырех сосковыми вот лежит спокойно пока я не уйду он не станет потому что может получить лещей да молодец все вставай такое воспитание у него поэтому перед тем как купить стадо коз надо сначала выбрать хорошего козла это самый главный самая главная стадия хороших козел всем пока